Друзья, всем привет. Меня зовут Айна Гулько-Ибалдиева. Я по образованию врач-терапевт-диетолог в компании LR с 2017 года. Как я узнала о компании LR? Это был мой второй декрет. То есть, когда я работала врачом, мне казалось, что вообще всё хорошо. Зарплата была аж 30 тысяч рублей. Хороший коллектив и, в принципе, всё устраивало. Но когда я оказалась в втором декрете, я поняла, что ни зарплата это уже не устраивает, когда у тебя двое маленьких детей, когда у тебя есть ипотека. Не то, что даже муж с утра до вечера пропадал на работе, денег не хватало. То есть, мы очень сильно экономили. И так как в декрете у меня было, в принципе, время, я начала задумываться о том, что, может быть, мне чем-то заняться. И когда я начала предлагать разные варианты мужу, он сказал, что, слушай, мы второй кредит не потянем, и вообще мы его брать точно не будем, да, у нас и так есть ипотека, как бы успокойся, потому что, чтобы начать какой-то бизнес, какое-то дело, нужны большие вложения. Ну, а я человек, который как бы никогда никакой бизнес не развивал, то есть, я из найма, да, привыкла работать за, там, зарплату, аванс, там, все у меня так вот четко по плану. Естественно, я не понимала вообще, что такое, действительно, что такое бизнес, просто я понимала, что надо что-то делать, потому что, ну, так дальше не может быть. Если я выйду после декрета на свое место, то там точно ничего не поменяется. И как и следовало ожидать, да, там действительно ничего не поменялось, потому что после второго декрета я тоже вышла поработать, там буквально между вторым и третьим декретом немножко, и вот если до декрета у меня зарплата была 30, а после декрета работы стало больше, но зарплата стала меньше, 23 мне заплатили. Но меня спасло то, что на тот момент я уже была в ЛР. Так вот, в 2017 году я, когда мне муж сказал, все, успокойся, ничего мы не будем делать, сиди спокойно в декрете, я не успокоилась, я начала искать, потому что, ну, меня все не устраивало. И то, что он дома не бывает, он детей не видит, и то, что нехватка денег, и то, что ипотеку платить 20 лет, в общем, ну, я с этим была не согласна. Ну, и плюс я чувствовала, что у меня есть время, силы, энергии для того, чтобы что-то начать делать. И в интернете, в социальной сети ВКонтакте я нашла девушку, случайно так, знаете, получилось, что ее страничка просто вышла в рекомендациях. Эта страничка была Гульнара Харрисовой. И я написала ей сама, то есть я тоже долго думала, но я вижу, что она такая же мама в декрете. То есть у нас два месяца разница там между нашими детьми. И меня зацепило, в общем, да, то есть она написала историю свою, как она пришла в ЛР. Я поняла, что она такая же простая девушка, без всяких там связей, богатых родителей. Я вообще не понимала, что это за бизнес. Просто меня именно вот она как личность очень привлекла. Вот. И я посоветовала с Дамиром, с мужем, да. Он говорит, ну ладно, хорошо, спроси вообще, что там. И она отправила нам информацию, мы изучили. Конечно, я такая была на эмоциях. Все, мы теперь станем, не знаю, богатыми людьми. А муж, он такой более спокойный, да, и более такое рациональное у него мышление. Он говорит, подожди, подожди, все это хорошо, конечно. Ну давай все изучим там. И, в общем, он не торопился. Но стартовала я 18 марта. И 31 марта в Уфу приезжал как раз Патрик Кёниг со своим семинаром. Да, это наш вышестоящий наставник из Германии. И мы, не думая вообще с Дамиром, вот за это я ему очень благодарна, что он меня туда просто повез. Потому что, несмотря на то, что у нас был грудной ребенок, да, ему было 7 месяцев всего. Мы взяли его, взяли моего папу, чтобы он сидел с этим, с моим ребенком, да. И, в общем, не думая, поехали. Я помню, как у нас не было вообще денег, потому что мы жили, говорю, сильная экономия. Мы тогда, я сварила еду в таком, знаете, чубунке, потому что мне Дамир сказал, останавливаться мы нигде не будем. Во-первых, у нас нет времени. Во-вторых, у нас нет денег на кафе. Вот он снял там самую какую-то дешевую квартиру рядом с тем зданием, где был семинар. Мы быстро приехали. Я накормила ребенка, оставила с папой. Мы прям, я помню, стоя быстро-быстро поели с этого чубунка и побежали на этот семинар. И я сказала тогда папе, я говорю, ты меня не трогай, максимально там развлекай его, что хочешь делай, да, но я должна там быть. Я вот чувствовала, что мне это надо. Ну, это мне надо было в любом случае, да, потому что я не понимала вообще этот бизнес. И я помню, мы там сидим, самое интересное начинается, Патрик дает какие-то нам задания, там написать свою историю, все. И я вся такая, знаете, воодушевленная. Мне звонит папа, я слышала, он мне сначала позвонил, говорит, вы когда? Я говорю, пап, подожди, еще нет. Потом он звонит, я уже слышу, там ребенок просто орет, надрывается. И я слышу уже такой нервный голос отца. Я говорю, нет, пап, я сейчас не могу никак вообще, у меня там все самое интересное. Вот, ну, ценой, да, каких-то, может быть, вот таких не очень приятных моментов, потому что, естественно, папа был злой на меня, да, естественно, ребенок там заждался, свою маму, но мы были очень счастливы с Домиром, потому что когда мы вернулись на квартиру за папой и ребенком своим, я уже как будто была в другой вообще реальности, в другом измерении. Все, я вся такая в мечтах, вся такая парю над землей. И вот в таком состоянии я приехала в свой город, Оренбург, это небольшой провинциальный город, да, откуда я родом. И я думала, что вот как люди могут сейчас мне не поверить и не пойти за мной, это же все так классно. Но я хоть и врач, да, но я приходила сюда в ЛР именно за деньгами, и про продукцию я ничего даже, вот не то что знать не хотела, ну так, ну ладно, продукция какая-то там, да. И вот когда я начала рассказывать людям про бизнес, когда я пришла к моим родственникам, там, к подругам, начала рассказывать это все, да, естественно, как и все, у них был такой скепсис. Тетя меня вообще там чуть ли не отругала, сказала, ты что, 7 лет училась на врача? Что с тобой сделал декрет? Ты вообще о чем думаешь? Какой еще сетевой? Смотри, чтобы они тебя там не развели на деньги. Там они хорошие психологи. Сейчас ты там последний свой дом заложишь, который у тебя вообще-то в ипотеке. В общем, много чего она мне там наговорила. Естественно, мне было обидно. Я ушла и решила, что, ну, не буду больше с ней эту тему обсуждать, потому что она, ну, она просто не понимает, а я не могу ей объяснить, потому что она не воспринимает меня, да, я для нее не авторитет. Вот, я решила, что буду потихонечку делать. Конечно, когда делать бизнес, да, когда мы пересекались, а так как мы очень близкие, мы часто пересекались, от нее были такие насмешки, ну, где твоя машина, ну, где твои деньги, ха-ха-ха, сколько уже денег вложил, и вот-вот все такое, да. В первые 2-3 месяца я рассказала всем своим знакомым, никто не поверил. Пару человек пришли, просто стали клиентами. И вот если, знаете, так вот уже коротко, да, то только через год я открыла квалификацию младшим менеджер, еще через полгода, то есть, в общем, от старта до квалификации МЛГ прошло полтора года, представляете? То есть я просто смотрю сейчас, как мои партнеры растут, и как я росла, это просто, не знаю, подбитая черепашка какая-то, которая ползет, не знаю, когда-то ползет, да, вот тогда. И, естественно, вот за эти полтора года у нас было все. Сначала меня Дзамир поддерживал муж, потом он меня не поддерживал, потому что он видел, что я много сижу, работаю, но толку нет. То есть мне и мои кандидаты на встречах говорили, где твоя машина, где твои деньги. Мои родственники говорили, я приходила домой, меня еще муж там добивал. Вот такими же тоже фразами, естественно, было очень обидно. Я там ревела, не знаю, конечно, это все вот было очень эмоционально, потому что мне было больно, что родной человек, да, он меня не понимает, хотя он видит, как я в это дело вкладываюсь душой, временем, вообще всем, да, можно сказать, жертвую. Я тогда что понимала? То есть вот мне сейчас задают вопрос, почему ты не сдалась? Я тогда понимала, что это такая же профессия, просто мне нужно, ну, дать себе время, да. Я видела историю успеха других лидеров, так на тот момент уже, которые были там в квалификации бронзовые лидеры, организации серебряные и так далее. Я думала, ну, они же смогли, у них получилось. Просто у них, наверное, было чуть больше времени на это, да, и поэтому у них уже получилось. У меня еще все впереди. Я так успокаивала себя, я так успокаивала супруга и вообще всех, да, говорила так, меня не трожьте, я здесь навсегда. ЛР – это, не знаю, это часть меня, это уже все, это уже стиль жизни мой, да. Мне очень нравилось окружение, мне очень нравилось то, как я меняюсь, какая я становлюсь другая, вот именно как личность, и я меня как магнитом тянула, да, вот вновь и вновь в ЛР. Хотя, конечно, когда мне там муж говорил, давай бросим, смотри, ничего не получается, я, ну, конечно, у меня мысли такие приходили, а что, если я брошу? И вот от этой только мысли у меня просто внутри все просто, не знаю, переворачивалось, я не видела, я не понимала вообще, как можно теперь без ЛР. И когда я сделала квалификацию младший менеджер, ко мне стали приходить вот на тот момент уже такие более, знаете, осознанные люди, не то, что там просто клиенты. Потихоньку, шаг за шагом мы росли, и когда мы стали уже MLG, это было в 2018 году, когда объявили фасттрек, мы тогда зашли сразу на фасттрек, получается, третий уровень, да, то есть на 72 тысячи. Тогда мы увидели деньги от ЛР, тогда мы начали выплачивать свою ипотеку, гасить досрочно, тогда у нас уже была машина, тогда муж отстал от меня, он понял, что здесь есть деньги, здесь есть возможности, просто нужно еще больше времени, потому что я ему тоже приводила пример, я, будучи врачом, вот я 7 лет училась, чтобы прийти и зарабатывать 30 тысяч. Здесь мне нужно учиться 7 лет, здесь нужно параллельно это все делать, но все равно нужно стать профессионалом, да. И когда уже бизнес пошел в гору, конечно, и он начал мне помогать, да. Сейчас у нас это семейный бизнес, он со своей работы, как я и мечтала, уволился, точнее он там числится, но он уже там каждый день не бывает, да, просто так иногда на дому что-то, техобслуживание там немецких бытовых приборов он делает, да, потому что он работал раньше вот в такой фирме тоже, с немцами связано, да, вот. И сейчас, конечно, это уже огромная команда, вот в июне мы закрыли квалификацию золотой лидера организации, представьте, что там 7 лет, вот я училась в институте, чтобы зарабатывать 30 тысяч, здесь прошло 7 лет, то есть мы 7 лет в ЛР в марте, да, нам была такая классная, круглая, можно сказать, дата знаковая, да, и вот на это 7-летие мы открываем и закрываем золотого лидера организации, и просто сейчас доход там больше полумиллиона рублей, и ты понимаешь, что это того стоило, вот эти 7 лет в институте, это тоже хорошо, но 7 лет в ЛР, это тот еще институт, та еще школа жизни, и это тоже, конечно, нам очень помогло. Но, вот знаете, в 2021 году, когда мы открыли серебряного лидера организации, хочу просто эту историю тоже рассказать, я такую себе установку дала, никогда не повторяйте моих ошибок, я сказала, я сделаю серебро и отдохну. И вы знаете, я реально начала расслабляться, то есть да, я, может быть, где-то что-то делала, работала, там какие-то обучающиеся всякие материалы для команды делала, собирала их постоянно, как-то там пыталась развлекать, там, знаете, впала в синдром менеджера, который говорит, давай, 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 а сам ничего не делает. Я делала, но не делала это в таком, с такой энергией и в таком темпе, как я умею, как мне нравится, да, и все, два года мы сидели на серебре, мне стало тошно, честно, мне стало неинтересно, я начала смотреть по сторонам, может, какое-то еще обучение пройти, может, еще что-то команде дать, может, вот что-то, то есть все. И когда ты сама начинаешь сомневаться, колебаться, в команде начинается расстраиваться полный. И у меня точно так же мои люди начали там по сторонам смотреть, ходить какие-то там тренинги, проходить обучение, кто-то в психологию ушел, и вот эта вот вся фигня началась. Вот, год назад я приняла решение, что я хочу работать так, как работала вначале. То есть вот как младшие менеджеры пашут, да, я так хотела работать, потому что я хотела в первую очередь вернуть себе вот это состояние, когда ты никого не ждешь, ни от кого не зависишь, ты просто как новичок рекрутируешь бешено. То есть я делегировала все свои обучающие какие-то моменты в команде, да, у нас начали созвоны проводить наши лидеры организации, которые раньше, да, там не делали этого. У нас там школа новичка, которую я там организовала, да, я тоже полностью делегировала, потому что это уже не моя, скажем, обязанность, да, это уже, пускай прокачиваются те, кто помладше в моей команде. Моя была задача только рекрутировать. И в ноябре мы еще были серебряными лидерами организации. У нас было три 21-процентные ветки. Даже в ноябре, в 23-м году, мы даже не сделали отрыв 24 тысячи. То есть, по сути, мы даже не были серебром. И с декабря месяца, по февраль, да, если я не ошибаюсь, да, по февраль, мы вырастили новые 5 21-процентных веток. То есть сейчас у нас 8-21, вот в июне было 8-21 и там 6 тысяч баллов. Остаточным оборотом. А что я начала делать? Я начала очень много. Если раньше я говорила только про бизнес, сейчас можете зайти посмотреть мои странички в социальных сетях, вы увидите, что я сейчас очень много говорю про наши результаты по здоровью. Я начала говорить про свои результаты. Я начала именно это с точки зрения медицины, с точки зрения моего взгляда врача. Я начала об этом говорить и показывать, и показывать пример команде. Я начала вести клиентский чат, чего раньше не делала. И он мне сейчас приносит достаточно большой такой остаточный оборот. И мне стало интересно, потому что это такой творческий процесс. Мне вот нужно, оказывается, чтобы я всегда была вот в этой какой-то движухе. Пускай я лучше буду не успевать где-то там покушать, что-то еще. Но вот именно в такой энергии. Когда ты в такой энергии, автоматически вся команда встает на уши. Вот сейчас я чувствую, как у нас мы на подъеме. То есть лето, не лето. Кто там говорит, что летом там обороты падают? У нас все растет, ребят, серьезно. Все растет просто потому, что мы много активно делаем и оффлайн, и онлайн. Сейчас я проведу созвоны и пойду работать, встречаться с партнером. Мы будем сидеть просто в кафе, звонить, писать, снимать контент. И поэтому я сейчас, вы знаете, вообще не сомневаюсь, что либо летом, либо в начале осени мы откроем платину, потому что мы, опять же, никого не ждем, ни от кого ничего не ждем, много делаем. В первую очередь, я облагаюсь только на себя. Я знаю, что это там остаточный оборот, и из него вырастут эти 21-процентные две еще ветки. Осталось всего немножко. Друзья, если у вас остались вопросы, можете мне написать в личку. У меня было 15 минут времени. Я, в принципе, уложилась, попыталась донести до вас, что самое главное – это быть активными. Весь фокус на рекрутинг, ни на какие-нибудь вот эти вот обучения, обучения, обучения бесконечные. Это все ерунда, потому что если вы не делаете, значит, вы не знаете. Даже если вы думаете, что вы знаете, но вы не делаете, значит, вы не знаете. Потому что только если вы пошли и сделали, вы узнали, что, о, я, оказывается, знаю. Вот. Поэтому я человек дела, и я призываю вас к этому. Всем пока. Спасибо.